Добрый вечер, дорогие друзья! Словении и на кону путевка на чемпионат мира в Южной Африке, финальный турнир которого начнется и состоится летом будущего года. Это двухматчевая стыковая серия. Ответная встреча 18 ноября в славянском Мариборе. От сегодняшнего матча зависит очень и очень многое. В прошлом году мы были в четверке сильнейших в Европе. Сегодня нужно войти в число 13 команд, которые будут представлять Европу на чемпионате мира. 8 команд, уже 9 команд, вернее, уже получили путевки. И вот 4 оставшиеся разыгрывают сборной, занявшие вторые места в своих отборочных группах. В том числе и Россия со Словенией. Итак, на поле нужняков выходят сборные России и Словении. Два похожих флага, бело-сине-красных, и два очень похожих пути к этому матчу. И та, и другая команда заняла второе место в своей отборочной группе. Капитан сборной России Андрей Овшавин и переполненные лужники. Не знаю, да, похоже, что сегодня будет аншлаг. Точно так же, как и в матче с Германией. Продавалось 72 тысячи билетов. И я вижу, что свободных мест нет, ну или почти нет. И наш Мишка «Возвращение медведя». Вы видите картину, плакат на трибунах. Помните, он был с нами 17 октября 2007 года, когда сборная России выиграла здесь у сборной Англии. И вот «Возвращение медведя», Мишка, это здорово. И мы вспоминаем, что как-то оттуда когда-то улетал Мишка Олимпийский. Такая вот историческая эстафета. Тот Мишка был подобрее, но сегодня, друзья, быть добрым нельзя. Ведь сегодня мы идем встык. Рядом со мной экс-капитан сборной России Алексей Смертин. И Алексей, человек, который играл со сборной Словении уже давно, в далеком 2001 году, здесь же в Лужниках. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Виктор. Итак, много лет назад, но, между прочим, и в составе команды сегодня игрок, который был тогда с вами на поле, это Сергей Семак. Ну а составов чуть позже, сейчас все готово к тому, чтобы были исполнены гимны двух стран. Итак, мы начинаем с национального гимна Словении. Добрый вечер, Виктор. Государственный гимн Российской Федерации. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сразу же давайте... Итак, мы видим, что в составе и Павлюченко и Жирков И на этом же фланге Жиркова выиграет Диригияр Белядинов Если я вам быстренько назову запасных, а это Габулов, Голодин, Семшов, Янбаев, Сычев, Быстров и Киржаков Вы поймете, что ни в стартовом составе, ни в заявке вообще нет шестерки футболистов Но нет вратаря Малафеева, а также отсутствует Алексей Березуцкий, Рябко, Торбинский, Загоев И точно сегодня не выйдет на поле Погребняк Вот такой выбор сделал Гускидинг И Алексей, я обращаюсь к Алексею Смертину, что вы скажете на эту тему После того, как я представлю вам арбитров Арбитры сегодняшнего матча это Клаус Боу Ларсен Его помогают Хенрик Сендербю и Андерс Неррестран Вся бригада из Дании Итак, наши справа от нас с вами Ворота Игоря Кинкейбон в черном свитере Слева в голубом свитере Самир Ханданович Сборная Словении, наши начали с центра поля И Алексей, вот комментарий по поводу состава и расстановки Что бы сразу хотелось сказать, Виктор, это то, что 4 наших англичанин в составе Что немаловажно для нашей сборной Ибо чемпионаты в Европе в самом разгаре Поэтому, несомненно, они находятся в хорошей форме Потом 3, 2 игрока левоногих У нас, соответственно, будут обрабатывать бровку слева Вот справа будет играть Зырянов, который часто смещается в центр Тем самым давая возможность Анюкову атаковать Вот если вкратце Да, ну и при этом, в общем-то, не знаю, можно ли говорить, что Хидинг изменил своему принципу Он дает шанс сыграть тем футболистам, которые активны в составе своих клубов Но вот сегодня точно не будет на поле погребняк Который неплохо себя проявляет в Германии Но, тем не менее, предпочтение отдана Роману Павлюченко Который не всегда попадает далеко, не всегда в состав Тоттенхэма Ну и повторяю, два человека, которые в запасе, если говорить о нападающих Это Сычев и Киржаков Собственно, много было рассуждений на тему Как будет играть Хидинг с двумя маленькими нападающими, с двумя высокими Сейчас получается, что это такое сочетание Павлюченко на острие атаки И рядом с ним маленький, скажем так, Аршавин По сути дела, это идеальное сочетание Когда один игрок высокого роста может бороться вверху, другой подбирать Опровергая все наши тактические рассуждения Слева сейчас оказывается Зырянов Он сделал передачу Белединову, которая смещается ближе к центру Но туда же побежал и сам Зырянов А тем временем Денисов подбирает мяч И так с позиции правого полусреднего забрасывает мяч в штрафную Аршавин не успел, но Денисов не совсем был точен в этой передаче Я не зря, дорогие друзья, мы еще будем говорить, конечно, о нашей сборной Но два слова о наших соперниках Дело в том, что не зря, представляя команду, которую привез сюда Матья Шкек Я называл клубное представительство каждого из футболистов Дело в том, что в составе сборной Словении нет ни одного игрока Который выступал бы в славянском чемпионате, в славянском клубе Все они представляют и Италию, как вратарь Хонданович И Бельгию, Францию Ну и, конечно, очень большое внимание обращаем на Златко Денича 14-го номера из немецкого Бухума И 11-го номера Милевое Наваковича из Кёльна Почему на них обращаем внимание? Вроде бы мы должны сейчас так говорить только о нашем нападении Естественно, с самого начала наша команда идет вперед Важно выигрывать на своем поле Какой-то обеспечивать хороший задел перед матчем, который стоит в среду на выезде Но очень важно, и кому как не вам это знать Алексей, еще и не пропустить мяч на своем поле В том матче, в котором вы играли со словенцем в 2001 году Это был отборочный матч чемпионата мира Мы сыграли 1-1 Да, при этом забили быстрый гол, но потом пропустили И не могли повторно забить Но то были не стыковые матчи Потом, вы знаете, мы проиграли в Словении Там нас засудил арбитр Грэм Пол Мы не будем возвращаться к этой ситуации Ее достаточно полно описали наши средства массовой информации А вот что касается стыковых матчей сборной России То здесь в Лужниках еще таковых не было Потому что мы играли в свое время и с итальянцами Не прошли их в борьбе за путевку на чемпионат мира 98 И играли здесь с Уэльсом Кстати, сыграли не здесь, а в Москве Кто был на стадионе Динамо На стадионе Локомотив играли с Уэльсом Сыграли, кстати, 0-0 И в итоге пришлось сражаться на выезде И там, помните, гол Вадима Евсеева Короче, вот два раза Это вот такой опыт сборной России Участие в стыковых матчах И вот сейчас третья попытка И впервые в Лужниках Но наше на половине поле соперника Мелькнуло лицо Сергея Симака Который вот сегодня в стартом составе Несмотря на то, что были какие-то опасения Разговоры о травме Вообще неожиданный для вас состав нашей сборной? Ну, в какой-то мере, действительно Потому что многие хотели И предполагали, что будет играть Инбаев На левом фланге обороны Тогда Жирков тот же Или, опять-таки, Беллидинов будет атаковать Но сегодня мы видим, по сути дела Два номинальных атакующих игрока С левого фланга Да, мощный левый фланг Вот сейчас пас вроде бы нашему номинальному защитнику Но Жирков на чужой половине поля И тут же Беллидинов смещается ближе к центру Но вообще для Беллидинова позиция ближе к центру Она какая-то более любимая, скажем так Я бы сказал, в большей степени для Зырянова это касается Который играет в «Зените» Заметили? Именно такой связкой они играют в «Зените» Аняков-Зырянов Поэтому ему привычнее атаковать с центра Тогда как Беллидинов славится своими острыми передачами с фланга Единственное, что в последнее время у тренера Давыдова Зырянов стал играть на месте опорного Сейчас явно у Хидинга он занимает атакующую позицию Это один из лучших бомбардиров нашей сборной в этом цикле И, наверное, Хидингу нет смысла определять его в опорнике Но вот сейчас был мяч у Жиркова Такое достаточно неловкое действие Не говорит ли оно о том, что вот все-таки существует эта проблема с коленом А точнее даже уже с двумя коленями у Юрия Жиркова Я думаю, в большей степени сказывается волнение Связанное с первыми минутами игры А возвращаясь, Виктор, к вашей ремарке по поводу соперника Мы должны говорить о нем тоже, потому что соперник заслуживает внимания Команда, которая пропустила всего четыре гола, согласитесь Это серьезный груз соперник И сегодня мы увидим действительно два эшелона обороны Из полузащитников и защитников Более того, даже нападающий возвращается на свою половину поля Вы знаете, мне очень интересно Вот, наверное, из разных высказываний со стороны Словении Можно составить такой некий рейтинг И вот его, по моему взглянью, по моему мнению Возглавляет такое очень забавное Ну, не забавное, а может быть, нестандартное высказывание их лидера Наваковича Вот сейчас первую главу и угловую наших ворот А Навакович, это высоченный Навакович, играющий в Германии За Кёльн, сказал, что перед матчем нам показали видео Россия и Германия И тренер это сделал, но большой пользы нам это не принесло Ведь мы не можем, как немцы, внимание, отсиживаться в обороне Это не наш стиль Покомментировали матч России и Германии Вот так на него отреагировал Навакович Но об этом чуть позже, посмотрим, как будут подавать И, возможно, как раз на этого самого Наваковича Внимание, он номер одиннадцатый Нет, подача идет на десятку Вальтер Бирса Из французского Асера Головой переводил мяч туда, ближе к воротам Акинфеева Но, к счастью, там ничего не получилось у славянцев Я думаю, что заблуждается в своем высказывании игрок Славянская сборная Ибо мы помним прекрасно, как германцы грамотно играли тактически И добились своего Я не думаю, что сегодня славянцы более активно будут идти вперед, нежели немцы Да, Алексей, сейчас был показательный момент Вы видели, как один из двух нападающих А славянцы играют сегодня в два нападающих Дедич и Навакович Так вот, Дедич, 14 номер, просто бросился коршуном на Акинфеева И нашего Акинфеева, который прекрасно играет ногами Смутил Игорю пришлось выбить мяч в аут Больше того, вот тот самый десятый номер Вальтер Бирса Который после углового сыграл головой Он, в принципе, тоже номинальный нападающий То есть в каком-то смысле можно говорить о трех форвардах в составе сборной Словении Так что, может быть, даже преждевременный разговор о том, сколько, как мало Словения пропустила Надо, наверное, смотреть, сколько еще и Словения забило Тоже Вообще, они заняли второе место в своей группе И два раза выиграли у Словаков Которые финишировали первыми И смотрите, второй угловой у наших ворот Стадион недоволен Лужники гудят Наверное, не такого начала они ждали И вот, видите, пришлось Симаку в борьбе с этим самым милевой Наваковичем выбивать мяч на угловой Навакович входит, на мой взгляд, вполне можно сказать, что он входит в десятку лучших нападающих в Бундеслиге Это не будет преувеличением Заметьте, Виктор, довольно габаритные футболисты сборной Словении Что крайне сложно будет нашим футболистам бороться с ними И вот тот самый Навакович сбрасывал на Кирма Кирма мяч получил А это четвертый номер Марко Шулер Из бельгийского гента Центральный защитник Естественно, он высокий Он приходит на все угловые 187 сантиметров Ну а вот тот самый милевой Навакович Еще выше Сейчас любопытный призыв Вот два метра Показали, Аршавина показали Который сказал, что чуть поплотнее Особенно при свободном ударе Чтобы была возможность подхватить мяч Если даже нападающие не смогут его остановить Там полозащитники всегда могут подобрать Ну вот неплохой перехват Наши идут вперед Очень красиво Аршавин делает передачу На подключившегося Анюкова Ну и в общем-то Спасти атаку уже было нельзя Можно было только сделать ситуацию Более неудобной для сборной Словении Да, в какой степени он спас ее Потому что сейчас можно Атаковать соперника Да, я это имею в виду Самое неудобное Видя, что он не может продолжить атаку Сделал самое неудобное для Словенцев И вот сейчас может быть Да, и в результате Видите, словенцы теряют мяч Но правда ненадолго Здесь оставался один Сергей Игнашевич Он играет головой Прорыв по флангу Вот этот самый быстрый Словацкий дуэт Вы смотрите, что они делают И не было положения вне игры Пас назад, удар И, ты знаете, только Только хвалебные отзывы, можно сказать Об игре с Жирковым в этом эпизоде Видели? Мяч, по-моему, ушел в створ ворот Он сместился на месте На место центрального защитника И блокировал удар Того самого потенциального Третьего нападающего Пирса, который получил мяч От Наваковича И вот видите, бил по воротам Уже падал в угол Акенфейк Очень вовремя на месте Оказался Жирков Еще один, третий угловой Наших ворот Неожиданное начало Неожиданное начало И мы возвращаемся К этим словам Наваковича Не можем, как немцы Отсиживаться в обороне Смотрите, что происходит Какое у нас Какая должна быть наша реакция Потому что Казалось бы, что все Должно было начинаться По-другому Вот, еще хотелось бы Отметить момент Вот сейчас мы прекрасно Это видим Две линии ровно стоят И нападающие чуть ближе К защитникам Потому что они видят Что наши игроки Порой разыгрывают Через защитников Что делают нападающие Словении Они атакуют резко Давая возможность Только вынести Длинной передачей мяч А там уже подбирают Защитники Поэтому у нас не получается Пока Возможности Хотя бы просто поперек Придержать мяч Мы его отправляем вперед Безоглядно И там теряем его Ну, по крайней мере Сейчас вот эту картину Мы наблюдаем Ну, вы знаете Поскольку было много разговоров О месте центрального нападающего Вот сейчас Аршавин Получил мяч Но надежно Надежно Против него играет Мишо Бречко Из немецкого Кёльна Правый защитник Опытнейший футболист Поскольку много разговоров О месте центрального нападающего Вот отметим Что пока Не очень заметен Павлюченко Конечно, это зависимая фигура Конечно, прошло еще мало времени Но смотрите Сколько раз мы уже назвали Имена и Наваковича И Дедича мы называли И Пирсы То есть нападающих Нашего соперника Пока ни слова Павлюченко По сути дела Два защитника держат Нашего нападающего Аршавин фланирует Между полузащитниками И, соответственно, Павлюченко Поэтому, по сути дела Преимущество даже в количестве игроков Она существует Да, и вот очень сильная линия обороны У Словении Составленная из футболистов Германии Бельгии Я имею в виду клубную принадлежность Франции И вот они справа Налево Это Бречко, Шулер, Цесар и Йокич Можно судить Об этой линии обороны Вот по итогам отборочного цикла Как, наверное, об одной из сильнейших В Европе У нас играют Армейская связка И Нагнашевич, Василий Березуцкий Тут были разные варианты Но Денис Колодин остался в запасе Потому что, видимо, еще после травмы Недостаточная игровая практика И пас направо Вот теперь на своем месте Оказался Зирянов Это Аршавин пытался принять помягче, чтобы ударить Но, к сожалению, защитник препятствовал этому Шулер ему помешал Хидин акцентировал внимание На последнем собрании Что нужно атаковать флангами Уповать именно на этот способ атаки Потому что плотно играет в середине поля А так как у нас есть Белядинов, который здорово подает И он это показал уже за Игрой за Эвертон Зирянов, который может врываться Поэтому, конечно же, наша грозная сила сейчас на флангах Чтобы тем самым растянуть защитную линию соперника Ну и правый фланг должен быть открыт Время от времени открываться до Янбаева Один раз мы это видели Анюков, да, Анюков там Для Анюкова, для Анюкова Янбаев в запасе, естественно Я как раз подумал о вариантах О том, что называлась фигура Янбаева Но, наверное, Янбаев появился бы на поле Не будь здесь Ширкова Но вот Ширков, Ширков в стартом составе И, повторяю, Белядинов Интересно, что Белядинов рассматривался как кандидатура на место И Жиркова тоже Скажем, если играть в трех защитников Белядинов вроде бы занимает, подстраховывает слева Но в основном сконцентрирован на атакующих действиях Но вот Хидинг, видите, и Жиркова, и Белядинову поставил Жирков рвется вперед Очень неплохо Идет-идет дальше Слева Симак Но Жирков идет и спасает Спасает только голкипер Хоккейным приемом спас ворота голкипер Ханданович, да, какой момент Первый момент фактически у нашей сборной И, конечно, самый опасный в сегодняшнем матче И уже этим движением, этим ходом показал Жирков, что с ним все нормально Да, но при этом, смотрите, Белядинов заняло место Что наверняка это установка Хидинга Который как раз акцент делал на ротации игроков Потому что они взаимозаменяемые Как в обороне, так и в атаке И сейчас мы это видели прекрасно Вот смотрим предыдущий момент Но это нарушение Это сфалил Деньяр Белядинов А вот повтор Смотрите, как врывается Обыгрывает Шулера Который два раза уже не дал себя обыграть Нашим нападающим И с левой ноги, по-моему, слегка там задевает Даже газон бьет по воротам щечкой Причем на цели набил Он посмотрел предварительно Где вратарь стоит Но уже момент у наших ворот Кто-то там разряжая обстановку По-моему, это был Анюков Выбивает мяч подальше к центру поля Семак Аршавин Открывается Павлюченко Аршавина Преследуют полузащитники гостей По-моему, там это был знакомый нам Радосаблевич И ответная атака Очень активный Бирса по правому флангу Попытался сыграть с Наваковичем Который сейчас оказался в роли Оттянутого нападающего На острие был Денич Но ничего у словенцев не вышло И вот смотрите, еще один проход Не еще один проход А еще один повтор прохода Жиркова И что, если бы не вот этот высоченный Самир Ханданович Смотрите, как обыгран Шулер Посмотрел Действительно, Жирков пробил И левой ногой Высоченный 193 сантиметра Этого рост голкипера Удинезе И действительно Много говорили о том, что на выходах Вроде бы он не очень И дальние удары пропускает Кстати, это нужно иметь в виду Но вот игра на линии Игра ногами Это отмечали До последнего стоял До последнего стоял Видели, наверное, в этот эпизод До последнего стоял И поэтому реагировал Непосредственно на удар Не стал гадать Да, но вот так вот Первый такой выпад Серьезный выпад нашей сборной По-моему, наша команда должна успокоиться Вот Павлюченко наконец-то Получил мяч Забегание со стороны Симака Павлюченко идет вдоль линии Штрафной И бьет в такой свойственной ему манере Обводящий удар Попытался пробить в дальний угол Но ничего Хорошо Первая попытка Что немаловажно для нападающего Как можно быстрее нанести удар В створ ворот соперника Пускай он будет мимо Но так или иначе Это для уверенности Несомненно важно Но вот такой неожиданный для нас Стартовый штурм Славянской сборной Три угловых у наших ворот Довольно опасные атаки Показали себя В общем-то в блеске Нападающие Славянской сборной И потом наш ответ Ответ И вот после этого удар Павлюченко дальний Дай бог, чтобы все вот Начало налаживаться И уже передача в направлении Нашего капитана Мяч попадает в спину Аршавину Но подбирая Зирянов Положения в ней игры нет И Зирянов снова с мячом Пас назад Пассивно Аршавин стоял В ней игре Если бы коснулся мяча Естественно бы Арбитр Лайсман Зажег бы Да поэтому оставил Оставил мяч партнеру И потом уже был Попытка была Передача со стороны Анюкова Наш аут Задумался Тренер Матья Шкек 2007 года Он у руля Сборной Словении Но и напоминаем Что наш Гус Хидинг 63-летний Гус Иванович Как его здесь стали называть У нас с лета 2006 года 37 игра сборной Под руководством Хидинка 21 победа 6 ничьих 9 поражений И мы очень рассчитываем На успех В этих стыковых матчах Ставка Очень и очень велика Радует то что мы быстро Довольно таки оклемались От такого Ретивого старта Соперника И вот на самом деле То русло в которое Мы сейчас вошли Оно было ожидаемо Скажем с первых минут Да и вот уже попытка Второго дальнего удара Мы думали что будет Был прогноз Такого ливня В Москве И но вроде бы Вроде бы пока что Все сухо Тем не менее Бить нужно издали Мы говорили о неких Некоторых характеристиках Галкипера Хандановича И вот сейчас Симак его попытался Проверить дальним ударом Кстати игроки Зачастую играя Особенно на Искусственном поле Радуются дождю Поскольку трава Становится мокра Мяч Летит быстрее Скользит Поэтому игра Соответственно Ускоряется Много говорилось о том Что наши будут иметь Преимущество не только Своего поля Но и этого искусственного газона Непривычного для славянцев Они нашли Похожее поле Где-то у себя В городке На западе страны И поэтому имели возможность Там потренироваться Хотя газон Не совсем такой Как здесь Впрочем Славянцы храбрились И говорили Что это совершенно Ничего для них не значит Пятого номера Увидели Бошкина Цесара Из французского Гренобля Еще одного Центрального Защитника Славянцев Аут будет вбрасывать И вбросил уже Юрий Жирков Подача На 11-метровую отметку Мы говорили В начале В начале встречи О травме Симака Так вот В разговоре с ним Понял что действительно У него проблемы были Со спиной да там по-моему Нет не со спиной С задней поверхностью бедра Но естественно Это такой матч Когда Жалеть себя не стоит Поэтому Сергей Естественно Вышел даже С микротравмой Надеюсь очень Что он проведет Матч этот до конца Ну Отдает предпочтение Своей гвардии Гусхидин Тем футболистам С кем он Выиграл бронзу Чемпионата Европы Ну и наверное Учитывается опыт Симака Наверное То что он играл Вот так давно Вместе с вами Против словянцев Здесь в 2001 году О чем мы уже говорили Так или иначе Сергей на поле Славянцы перешли На нашу половину поля Там остается справа Миша Бречко Точнее подключился Вот он с мячом Возвращает назад Радосаблевич Игрок Томской Томи Заброс попытался сделать За спину Василию Березуцкому Могло быть опасно Если бы Василий До этого мяча не дотянулся И быстрая атака Белядинов сместился в центр И тащит Тащит мяч по центру Да ну крайне сложно Потому что 5 защитников 5 игроков Славянская сборная Уже сгрудились в центре поля Крайне сложно было Через этот чистокол ног Дать пас Конечно я согласен Там Аршавину мяч не проходил Можно было воспользоваться тем Что Павлюченко ушел на левый фланг И дать ему С последующей передачей На Аршавина И мы знаем По тому же чемпионату Европы Так как может под подыгрыша действовать Павлюченко Но Белядинов этого не сделал Ну давайте так еще раз Отметим Вот Пока идет повтор Как спиной блокировал подход к мячу Нашему нападающему Марку Шулер Отметим еще раз Вот еще раз поговорим о нашей тактике Да Белядинов смещается в центр Зырянов Зырянов Не совсем правый крайний Не совсем Действительно Белядинов часто отходит назад Из-за того что Жирков атакует Это тоже очевидно Что касается непосредственно двух центральных полузащитников То Знаю точно что Денисов меняется в обязанность Чуть ближе к обороне играть Что в принципе удивительно на первый взгляд Ибо Семак действительно Больше тяготеет к обороне И Как разрушитель на мой взгляд Он эффективнее Но так или иначе Сергей ближе к атаке В этой игре Денисов играл с Германией Его Хидинг заменил После первого тайма Но правда Объясняет это тем Что Просто какие-то нужны были тактические изменения Не то что говорил Хидинг Денисов мне не понравилось С Денисовым все нормально И подтверждение Этим словам То что Денисов в стартовом составе А вообще в последних матчах За Зенитом Мне очень нравится Я подкомментировал игру Проигранную Зенитом Встречу с футбольным клубом Москва Там Денисов на мой взгляд Был одним из лучших Вот именно на позиции опорника Он такой как Извините Сравнение Цепной пес Хватался за каждого оппонента Выцарапывал мяч И начинал атаку между прочим Вот что немаловажно для нашей сборной Потому что я думаю Что это уже наработки Зенитовские Памятуя о том Что же Аршавин в свое время играл За этот клуб Денисов принимает мяч У защитников Здорово Продольно отдает Аршавин Уже несколько передач прошло в этой игре И вот кстати Денисов с мячом Но сейчас Пас ближнему Отдает Жиркова И уже назад Игнашевич Переводит на Василия Березуцкого Здесь перед ними На позиции опорника И Сергей Семак тоже Игнашевич Наши выманивают Славянцев на свою половину поля Денисов Пошел 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 Делает передачу В центральный круг Туда сместился Зырянов Довольно Довольно Скажем высоко От своих ворот Атакует соперник Заметили Уже прессингует Непосредственно Возле Круга Центрального Сейчас Анюкову противостоял Боян Йокич Анюков сделал передачу Назад А вот Аршавин Штрафной И пробрасывает И вроде бы уже Обыгрывает Одного из Защитников Бошнина Цесара Но В процессе Этого обыгрыша Слишком сильное Ускорение Мячу придал Вот видите Аршавин Вторая нога И все Ну и надо сказать Что там немного И помешал Роберт Корен Капитан Обратим внимание На фигуру Восьмого номера Ну и мы видим Председателя Правительства Нашего Владимира Путина И рядом с ним Премьер-министр Словении Борут Пахор У них здесь переговоры В Москве И вот так вот Все здорово Подверсталось Что имеет возможность Две Договаривающиеся стороны Прийти на футбол Говорят, что даже Закончили Совещание Заседание Раньше Специально Чтобы успеть На этот матч Ну а вообще Стадион Я не знаю Лужники заполнены Заполнены До отказа Там есть вот Какие-то места В ложе Вот сейчас вы видите Какие-то места Мы только внизу видим их Действительно Но там Снизу ничего не Туда не продаются Даже билеты На нижние ряды Словенцы Правым флангом Бречко Подает Тем временем Словенцы бегут Очень активно Причем количественно Заметили Уже три На рубеже Атаки Три игрока Словенцы Да, Алексей Вы знаете Я еще что заметил Никакой робости У словенцев Вот подача И надежа На Кенфеев Браво Игорь У них Между прочим Говорят И соперничество С вратарем Словенцев Кандановичем В том смысле Что и тем И другим Интересуется Манчестер Юнайтед Аршавин Которым интересуются Наверное Едва ли не все Клубы в Европе Был сбит И вот Может быть опасно Штрафной Руками Руками держал И в конце концов Рукой Оттолкнул Марко Шулер Из бельгийского Гента Андрея Аршавина И сам Аршавин Будет бить Этот штрафной Вот Андрей На ваших экранах Датский арбитр Сказал что все По свистку Дает свисток Не подобрали Наши ребята Мяч А вот сейчас Подобрали Это сделал Это сделал Анюков И пошел На свой правый фланг Заметили Как капитан Словенцев Подбадрил Своих игроков Чтобы те выходили Прессинговали Тем самым Что в принципе И делает Словения Заметили Очень глубоко Они не Они отходят глубоко Они атакуют Уже непосредственно В центре поля Капитан Словенцев Вам знакома Эта фигура Роберт Корен Играет за английский Вест Бромвич Вообще О нем говорили Как о главной звезде Мы вот вам представляли Вартаря И центрального Нападающего Наваковича Но и славянские Журналисты На что отвечали Нет нет Смотрите Смотрите в Корен Скажем так Роберт Корен Вот движущая сила Словенской команды На мой взгляд Здесь нет Такой явной звезды В команде Здесь прежде всего Командная игра В отличие от Да В отличие от Словенской команды Против которой Вы играли В 2001 году Конечно Там же Акимович Захович Там это были Имена С этими С этими ребятами Мы знакомимся Только вот сейчас Владение мячом Россия Видите 64% Но так и должно быть Мы хозяева поля Вперед идет Шулер Шулер Неосмотрительно Неосмотрительно На мой взгляд Выходит Акенфеев В итоге Конечно Он помешал Дедичу Вот он Нападающий Бохума И все хорошо Закончил Для наших ворот Но я бы предпочел Чтоб сейчас В этом эпизоде Все-таки На месте Который в итоге В итоге Занял Акенфеев Был кто-то из защитников Вот смотрите Игнашевич стоял В стороне Но при этом Там блокировали ворота Блокировали ворота Но люди Которые не имеют Права играть руками И мяч был послан Между ног Мяча Акенфеева И катился Да Там закрывал Василий Березуцкий Ближний угол Но достаточно опасно По-моему Не разобрались Наши игроки Оборона И вратарь В этом эпизоде Навакович сыграл На опережение Но мяч при этом потерял Симак вбрасывает аут Бросает назад Там Василий Березуцкий Потому что Танюков остался На правом фланге Симак пошел в центр Ждет передачи Денисов Получает этот мяч Вот что делает Денисов Здорово Это действительно Получать между линиями Полузащиты И нападение соперника Тем быстро разворачивается И ищет Как правило Глазами Аршавин Зачастую это проходит Но не знаю Если бы вот еще У Денисова Был бы такой Нацеленный Длинный пас Вообще бы цены ему не было Да Но у нас есть игроки Которые владеют И они уже Несколько раз Это делали Но сейчас попытался Это сделать Симак Наши потеряли мяч В результате Но тут же активные действия Игнашевича помогли И снова потеря Не разобрались В этом эпизоде Наши ребята Бирса справа Видит Видит Что там кто-то Открылся по левому флангу Неплохая дальняя передача Но Кирм Андраш Кирм Не показал Достойную технику Полузащитник Польской Вислы И мяч потерял Очень хотелось бы Чтобы при таком Прессинге соперника Мы играли не только Как короткий пас Но еще и в длины Для этого действительно Нужно постараться Тому уж Павличенко Цепляться за мяч Посланный верхом Пока это у нас не удается Мы это видим Боин Йокич будет вбрасывать Знаете, Виктор На самом деле удивляет Причем неприятно удивляет Насколько уверенно Соперник действует На чужом поле Казалось бы Мы все надеялись На то Что мы будем атаковать А Словения будет обороняться Но вы посмотрите Как только мяч переходит Центр поля То Веером Можно сказать Атакует соперник И атакует нагло По сути дела И Ну можно понять Психологию словенцев Вот сейчас хорошо Головой выбил мяч В штрафной Я наоборот Это не понимаю По сути дела Есть второй матч Здесь задача Скажем Увести хотя бы очко Сыграв ничью Нет, они идут в атаке Упавая на то Что могут забить гол И мы знаем Сколько весит Этот гол На чужом поле Сколько он будет весить При общем равенстве Да, но при этом Можно раскрыться И пропустить Контраатаку Хозяев Согласитесь Да, но на мой взгляд Сейчас был фол Против Аршавина Цесар играл Достаточно грубо Повтор конечно У нас будет Аршавин Наш капитан Лежит рядом С линией штрафной Соперника И обязательно Нужно будет посмотреть Повтор Тут хорошая взаимозаменяемость Вот в линии Нападений Под нападением У славянской сборной Что Можно говорить Об уверенности Славянской команды Знаете В чем здесь дело Нам дадут Наверное повтор Я думаю Когда вот Склынет волна атаки Но пока что Навес на Один с метром отметку И Аршавин уже там Борется Борется наш капитан И сейчас не получилось Сейчас все обошлось Без нарушения Странславянцев Собственно Как и в предыдущем эпизоде Когда так посчитал Арбит Ну вот смотрим Это Это вот уже Столкновение Со все тем же Не показали нам Эпизод С Сесаром Чтобы в том эпизоде Он был более таким Очевидным С точки зрения Нарушения правил Да Но повтор конечно Конечно будет Жарков играет Беллидином Снова получает мяч С плечами Славянцев Успешный отборочный турнир Они опередили Извинить и чехов И поляков Им помешал Собственно Ведь они выиграли И чехов и поляков Им выиграли два раза У словацкой команды Которая заняла первое место И собственно Помешал Такой провал Скажем В матче Северной Ирландии В гостях 0-1 Проиграли славянцы Это многое для них решило В плане Не попадания на первую строчку А так Когда есть такой опыт Почему бы не играть В том числе И с позиции силы Сейчас разворачивался Павлюченко Но против него Сфалил Вы знаете Вот Бошкиан Цесар Уже не первый раз Действует достаточно Жестко Даже грубо Против наших футболистов Игрок из французского Гренобля Поиграл он В Марселе Тоже во французском Такой высоченный Под метр девяносто Центральный Защитник Сборной Словении Наши пробьют Штрафной Прямо по центру Вот он На ваших экранах Бошкиан Цесар Агрессивно настроен соперник Это мы видели сейчас По эпизоду Когда уже Вроде бы уронил Он Павлюченко При этом еще ударил По спине рукой Заметили этот эпизод Возможно Именно поэтому И назначен был Штрафной удар Ну то есть Первого фола Было недостаточно Для датского арбитра На мой взгляд Он был спорным Скажем Да напомним Что судят матч Клаус Бо Ларсон 44-летний Арбитр из Дании Таможенник по профессии Но внимание Игнашевич бьет Опаснейший удар Игнашевича И парирует Но вроде бы Мяч летел не в угол А рядом с голкипером Но надо сказать Что высоченный Ханданович здорово Сложился в этом эпизоде Причем мне показалось Что мяч он отбил Именно коленом А не рукой Наверняка у нас будет Повтор этого момента Пока что смотрим Как подает Деньяр Белединов Навешивает На 11-метровую отметку Выпрыгивал Березуцкий Мяч остается у наших Пас налево Белединов Два человека против него И в результате аут Пока повтор не можем давать Потому что Атака Которая может быть опасной Под Белединов Под передачу Сюда идет Жирков Белединов не обращает На нее внимания А сейчас обратил Настолько Что отдал мяч Жиркову Вообще в руки Потому что первое желание Игрока бросающего мяч Это увидеть свободного игрока Если он и не видит Уже Более-менее статическое Положение получается Нет Скажем Момента внезапности Но неплохая Была Аршавина Видите пяткой А мы смотрим повтор Удар Игнашевича Да и снова ногой Теперь уже другой Правой ногой Причем бутцами отбил Если не ошибаюсь Отбивает мяч Ханданович Привод о росте Согласитесь Играть так ногами Да Вот такие вот навыки Гандбольного вратаря Скорее нам демонстрирует Самир Ханданович Возможно лучший Голкипер Вообще Если брать Все сборные Республик Ныне стран Бывших республик Югославии Довольно Кстати Да Кстати скажем Скажем что Он боснеец Но вместе с родителями Попал в Любля Ну и решил Вот сыграть Было предложение За сборную Словении Так он стал Голкипером Именно этой команды И вот он свечом Самир Ханданович Наши Если вы обратите внимание В новой форме С такими Золотыми Поперечными Полосками Ну как говорится Форма новая Игра прежняя Да Форма новая Надо посмотреть Внимательно Ходили разговоры Что Наши будут играть В разной форме Что тот Кому удобнее Будет выступать В более такой Мешковатой Старой форме Это приталенные Если не ошибаюсь Другие будут играть В приталенные Но вот Сказали что Собственно Она и не будет Отличаться Если так сказать Смотреть Особенно Издали Если не приглядываться И даже получили Санкцию Фифа На использование Вот разной формы В рамках Одной команды Это очень интересно Что крайне редко бывает Да Но я вообще Себе представляю Как будут Игроки Вышли на поле В разной форме Как будут обыгрывать Вот этот тезис Коллеги пишущие Журналисты Кстати об этом Тоже можно говорить Все по-разному Тот же Житков И это была Одна из составляющих Успеха нашего На чемпионате Европы Когда взял В общем Разобранную Расклеенную Такую команду Кидинг И там за 10 дней Все Привел в норму Павлюченко Боролся с двумя Славянцами На своей половине поля Помешал им И уже Денисов Переводит мяч На Березуцкого Березуцкий Чуть дальше 35-я минута 35-я минута Вы смотрите Прямую трансляцию Первого канала С вами комментатор Алексей Смертин И Виктор Гусев И вот два тренера Гус Хидинг И Мать Яшкек Были сейчас на ваших экранах И атака Славянцев Кирм Идет вперед Пас в штрафную Но получилось Слишком сильно И так вот Алексей 35 минут Позади Что мы можем сказать Нашим телезрителям В качестве анализа Происшедшего За эти 35 минут Уже много времени Прошло Прежде всего Хотел бы отметить Неожиданную для нас Активность гостей Прежде всего Действительно Несколько было Опасных моментов Несколько угловых Тоже не менее опасных Поэтому в принципе Мы ожидали Немного другой игры Что касается Нашей команды То не зря Есть такое расхожее Пускай выражение Но мы можем играть Так как позволяет соперник Сейчас действительно Соперник нам Немного позволяет Играя очень плотно С нашими игроками Атаки Также и полузащиты Впрочем Что нам Что у нас получилось Наверное у нас Получился тот момент Когда мы А точнее Жирков Сыграли неожиданно Вот когда Славянцы не ждали Такого рывка По флангу Жиркова Которого все считают Вся Европа считает И возможно правильно По его амплуа Крайним защитникам Наверное никто не ждал Что он так пойдет По центру Выйдет Обойдя нескольких защитников И пробьет С другой стороны Я бы хотел бы отметить Что Жиркову В какой степени повезло Он очень тонко играл Между ног Просунув мяч По сопернику Тогда как Тактически Они очень грамотно Расположились Друг другу близко Поэтому Крайне сложно было Из этой ситуации Выйти победителем Он вышел Молодец Что у нас получилось Это несколько диагональных передач Смена Атаки И соответственно Была острота Хотелось бы конечно Видеть немножко Активные Действия Наших нападающих То есть игроков Атакующего плана Того же Аршавина Который может получать Отходя немного назад Мяч И соответственно За счет своих Индивидуальных действий Уже нагнетать Ну и последим Да за Жирковым тоже Потому что Не был ли этот рывок Первым и последним Так сказать Учитывая его Не совсем Хорошее состояние Но вот смотрите Как бросается И в подкате Именно Жирков Отбирает этот мяч И идет дальше И нарывается На штраф Со стороны Радосаблевича Я кстати Хотел бы отметить Его вот эти действия В английском стиле Сейчас действовал Не жалея себя Я думаю что И тот же Бельнадинов Активно играя В воздухе И также В единоборств Внизу Вот это как раз Накладывает отпечаток Игры в английском чемпионате Словенцы выносят Мяч из своей штрафной По-моему Блокировка была О чем сейчас Показывает Хидинг Избровки Ну так или иначе Здесь Да Разобрался Очень неплохо В этой ситуации Игнашевич Не дал сыграть Дедичу Который рвался По центру Я кстати Хотел бы отметить Лояльность судьи Вот в некоторых Спорных эпизодах Вот что приводит к тому Что словенцы Довольно агрессивно Играют в единоборстве Не пресекает судья Вовремя Несколько эпизодов Уже было Датский арбитр Конечно обязательно Чтобы он попадал Чтобы он регулярно играл Для практики Вообще для его уверенности Но уже тренируясь С теми игроками Которые Повседневно Скажем Находится Варится В этом английском Соку В хорошем понимании Это слово Это важно Несомненно Это уже сказывается На его игре здесь Ну и напомним Что из Германии Когда тоже Его выход на поле Был под вопросом Жирков Отыграл весь матч Весь матч Да Хороший пас И снова В центре Оказался Беллидинов Пас на Аршавина Разводит руками Тренер сборной Словении Чем-то он недоволен В этом эпизоде Я думаю Тактическими действиями Своей команды Семак подключил Денисова А тот налево В свою очередь Подключают Анюкова Анюков Пас на линию Штрафной Разворачивается Павлюченко Это же Беллидинов Смотрите Что делает Беллидинов И забивает Великолепный гол Оказавшись В центре атаки На месте Центрального Нападающего Беллидинов Получив мяч От Павлюченко Бьет точно Под перекладину Мне почему-то Казалось Что мяч летит Выше ворот Не знаю Довольно Забавное Странное Но прекрасная Траектория Была у этого удара Ну что же Посмотрите Как хитро действовал Он в этом эпизоде На замахе Убрав защитника И со своей Любимой ноги Бил И мяч Как говорят футболисты Знаете В этом эпизоде Со свалом Уходящий От вратаря Залетел В угол ворот Посмотрите Разобрался с двумя И пробил точно Под перекладину Неожиданно Для голкипера Смотрите Что сделал С двумя центральными Защитниками Деньяр Беллидинов И в третьем матче За сборную В этом отборочном цикле Деньяр забивает Свой первый И такой важный Гол Смотрите Важнейший гол Это вам Не Люксембургу Забить При всем уважении К тем людям Которые забивали Люксембургу Да Деньяр Беллидинов И отметим Передачу Павлюченко Который поменялся местами С Беллидиновым Игравшим на левом фланге Пришедшим в центр Вот тактическая задумка Хидинка Говорили много Говорили что Беллидинов Его любимчик Что Вот поэтому Он получает место Сейчас в стартом составе Но учел Наверное Хидинг То что очень хорош Беллидинов в составе Эвертона И вот Забивает И особенно делает Голевые передачи Но сейчас сыграл Просто блестяще На месте центрального Нападающего Наши выигрывают 1-0 Словенцы бросаются В ответную атаку Бирса на фланге Отдает по центру Вот он Корен Капитан команды Отдал На сместившемуся В центр Бирсе Бирса Направо Здесь Бречко Правый защитник Он может пробить И бьет По воротам Акинфеева Не точно Сейчас очень важно Нашим ребятам Не отходить Глубоко назад Потому что как правило После пропущенного Гола Соперник бежит вперед Независимо где играет Он дома или на выезде Поэтому нашим ребятам Нужно как До перерыва И вот мы смотрим Мы смотрим Как просто проталкивает мяч Очень удачно Вытянутой ногой Павлюченко И с такой подрезкой С подрезкой Бьет по воротам Беллидинов Он у него Как говорится Свалился с ноги Действительно Потому что не Не самая бьющая Потому что это правая нога Беллидинов Забивает правой ногой И знаете что радует По сути дела Это была убойная Для него позиция Но он поступил хитро Он не стал бить с левой Полагая что наверное Соперник сблокирует этот мяч А убрал под правую Не самую любимую И Отменно действовал В этом эпизоде И вот уже Арс Шабин Атакует слева Забегание Беллидинова И только Бречко На последнем рубеже Вытягивает ногу И останавливает Нашу атаку Очень хорошо Было задумано Но вот такой Неожиданный Неожиданный ход Для Словенцев Бесспорно Мы не смогли Забить Быстрый Гол Каковым Называют В футболе Мяч Забитый До 19 Минуты Условно Но 40 Минута Принесла Нам успех На 40 Минуте Деньяр Беллидинов 1-0 В пользу Российской Команды И я напоминаю Дело в том Что мы сегодня Комментируем Для гораздо Большей Да многомиллионной Аудитории Она больше Чем даже Широкая аудитория Просто футбольных Болельщиков Поэтому мы должны Напоминать Такие вещи Например Что все зависит От исхода Двух матчевого Противостояния Что предстоит Еще игра в среду В славянском городе Марибори Где на свой 12-тысячный стадион Придут 11 тысяч Словенцев Бесспорно Подъедут туда И наши болельщики И поэтому нужно Нужно задел Создавать здесь В Лужниках И наши Тумы об этом Не останавливаются И снова идут в атаку Игнашевич Пас налево Здесь Аршавин теперь Рядом был Павлюченко А туда На месте Выдвинутого Вперед Нападающего Снова оказался Беллидинов По сути дела Он не действует По бровке Заметили наверное Он или в атаке Непосредственно На рубеже Или же ближе К центральным Полузащитникам Действует Потому что Есть человек Который в принципе Может обработать Всю бровку Это Жирков Что он в принципе И делает Да но не сказать Что Беллидинов Открывает здесь Дорогу Жиркову Потому что мы гораздо Чаще видим Как Аршавин сюда приходит Вначале сюда Смещался Изырядов И довольно часто Мы видим Пуглюченко На левом фланге Взаимозаменяемость Которую мы кстати В начале матча Отмечали у славянцев Вот в этой атаке Примерно в том же самом Месте У наших ворот Теперь мы можем Об этом говорить В отношении нашей команды У нас действительно На левом фланге Сформировался Хороший треугольник Что не сказать о правом Согласитесь То есть не так много Получает мяч Зырянов Хоть и смещается В центр поля Вот Ардасавлевич Из Томи На ваших экранах Правда из Томи Он уходит Но и вот И премьер-министр Наблюдают за матчем Своих команд Вы начали говорить О правом фланге Алексей Конечно нужно отметить Отсутствие Быстрова В стартовом составе Но Быстров в запасе Так же как Сычев С Киржаковым Но еще у нас Колодин Семшов Янбаев И голкипер Габулов Бречков бросил На Бирсу Но сблокировали Сблокировали наши Дает побороться Но не ой-ёй-ёй-ёй Аршавин Аршавин требует Для него Наверное Желтой карточки Футболисты сборной Словении Андрей Аршавин Мы конечно же Сразу вспоминаем Что у нас Девять футболистов Висят на желтых карточках У Анюкова Три предупреждения Если он получает четвертый Он пропускает следующий матч А еще у восьми игроков По одному предупреждению И они тоже должны быть Очень внимательны Но вот Аршавин Пока Таким образом Не наказывался И смотрите Показывают Словенцы Да Показывают Словенцы На глаза Они Призывают Датского арбитра Оценить этот эпизод Видимо Слушает Слушает бокового Своя наушник Да Который был ближе Чтобы было лучше слышно Дальний от нас Боковой арбитр Даже сюда вышел В поле Аршавин Аршавин и арбитр Клаус Боу Ларсон Показывает Что был удар Была отмашка Аршавин Получает первую Желтую карточку В этом отборочном цикле К счастью Только первую Я сказал Что у Анюкова Три предупреждения Ну и висят на карточке Василий Березуцкий Янбаев Жирков Зырянов Семак Семшов И Торбинский Вот смотрите Ну как оценить Мишу Бречку Видите он сам сначала Он все затеял Он придерживал Аршавина рукой Вот мы смотрим Смотрим дальше И вот сейчас Сейчас держат И просто так сказать Ну освобождая себя Освобождаясь От захвата Соперника Сделал наверное Естественное движение Аршавин Так что я вижу Вот так вот С сомнением Так покачали головой Алексей Вы бы не Стали предупреждать Это вы имели ввиду Нет я просто хотел сказать Что раздался свисток И соответственно Действия Андрея Были уже сделаны После свистка Может быть он его не слышал Может быть в порыве Действительно Не собладал с эмоциями Но был на грани Действительно того Чтобы получить красную карточку Возможно Если бы удар пришелся бы в лицо Явно он не Да если бы пришелся в лицо Тогда вы знаете Могло быть еще хуже Вот можно было бы тогда Рассуждать И во всяком случае Со стороны Словении Могли быть аргументы И за красную карточку Но пока что Вот первое предупреждение В сегодняшнем матче Его получил капитан Сборной России Андрей Аршавин И на этом Это собственно был аккорд Последний аккорд Первого тайма Мы выиграем Благодаря мячу Который с передачи Павлюченко Забил Белелединов И уходим на перерыв Русская радио Русская радио Официальный партнер Сборной России по футболу Проводит розыгрыш призов Среди болельщиков Шесть Право поехать Летом будущего года В Южную Африку За финальный турнир Чемпионата мира Мы выиграем После первого тайма На сороковой минуте Деньяр Белелединов Забил очень красивый мяч И 1-0 в нашу пользу Одна желтая карточка У Андрея Аршавина Давайте посмотрим Во-первых Это рукопожатие Двух тренеров Гуса Хиденко И мать Ежакека И самые главные моменты Первого тайма Который начался Очень тревожно Для российской сборной Вот видите Здесь без положения Вне игры Для словенцев Все обошлось Пас И отмечаем Действие Жиркова Потом будет колоссальный Проход Жиркова Через все поле Но это будет потом А здесь он сыграл На линии На месте центрального Полузащитника Смотрите Благо он не получил Поддержки Вот В атаке своих полузащитников Поэтому В принципе он задержался Согласитесь Мог бы прострелить вдоль Но ждал-ждал И отдал назад пас Да Это был пас Наваковича Пас Наваковича Навакович сыграл В общем-то Очень неплохо Вот Такую Бойную позицию А вот сейчас мы видим Проход Жиркова И вот Жирков Прокидывает мяч Между ног Центрального защитника Вот то О чем мы с вами Виктор говорили Видите Между ног В принципе там Подстраховывал Десятый номер И выручает свою команду Ну вот мы уже говорили о том Что такой рыбок Жиркова был неожиданностью Для защитников И отмечали это Как такой достаточно Спонтанный может быть Ход для обороны Словенцев И похожим маневром По сути Мы и забили мяч Потому что Появление Беллидина На месте Центрального нападающего Было для славенцев Также неожиданно А вот удар Игнашевича Это по сути дела Второй момент У ворот гостей Остановил мяч Спокойненько Под удар ему Зырянов И Игнашевич пробил Пробил на силу И снова ногой Вытаскивает мяч На этот раз И справа От себя угла Конданович И вот она Комбинация Разобрался тоже С двумя соперниками Павлюченко Оба с двумя Разобрались Да Причем один из них Был тот же самый Он успел Успел вернуться Успел участвовать Двух Двух центральных Обыграл Беллидинов И вратарь Какой-то сделал Движение даже В другую сторону Смотрите Вратарь делает движение Шажок Правый от себя Угол А удар Идет в левый От голкипера Пас Павлюченко И гол Я бы хотел ответить В тот момент Что в момент удара Вратарь был На опорной Правой ноге Да Поэтому мы говорим Какое-то даже было Движение вправо И Гускидинг Гускидинг Торжествует Вместе со своим Тренерским штабом И вот Прекрасная картина Заполненных лужников Первый канал Продолжает Прямую трансляцию Из лужников Где после первого тайма Сборная России В стыковом матче С командой Словении Выигрывает Со счетом 1-0 На 40-й минуте Деньяр Беллидинов Забил этот Единственный Мяч Ну и пока мы Переводим дух После первого тайма Скажу что наши болельщики И смотрим повтор Забитого мяча Скажем что наши болельщики Сегодня выиграли Со счетом 13-1 У словенцев На одном из полей Лужников Ну и вообще Всероссийская Да наверное Тут что В этом счете Только плохо Что пропустили На своем поле А вообще Всероссийское Объединение Борельщиков Заслуживает Хороших слов Вот эта акция С плакатом С Мишкой Который вернулся Был очень спорный Плакат Если вы помните Если не сказать Жестче На матче с Германией Вот Мишка вернулся И вообще Как они это называют Перформанс Был на всех трибунах То есть все Трибуны окрасили В свет Российского флага Гус Хидинг Остался и продолжал оставаться У руля нашей команды Мы с ним говорили Гус Хидинг Вообще Он так очень заинтересован Как мне показалось Вообще В развитии нашего футбола Как такового Мы с ним говорили О государственной поддержке Детского футбола Он очень радовался Ну и вот статистика 5-4 Удара по воротам Вы помните Как все начиналось Не просто для нашей команды Были удары И словенцев Правда В створ Три наших Ноль у них Владение мячом Такое же примерно Как это было В середине первого тайма 62 против 38% Наши готовятся Выйти на поле Ну а еще С Хидингом говорили О том что Вот построено Столько много полей Уже И почти тысяча Футбольных полей Для детей Появится в ближайшие годы В рамках федеральной программы Построено уже Наша сборная Наша сборная Это в принципе Уже в какой-то степени Пропаганда Мы тут вспоминаем И вашу детскую футбольную школу В Барнауле Алексей Которую вы так хорошо ведете Да и это иностранец Понимаете Это иностранец Вот с таким отношением У руля нашей сборной И повторяю Очень хотелось бы Чтоб так у нас и продолжалось Хотя у Хидинга Масса других предложений Андрей Аршавин На ваших экранах Капитан Сегодня с самого начала Ведет команду вперед Гус Хидинг На ваших экранах А если подытожить разговор О нашем главном тренере То сегодня состоялась установка Так называемое Собрание Вот Которое Которое Он венчал словами Какая хорошая Тишина стоит Откуда вы знаете Алексей? Ну потому что Общаюсь с ребятами Действительно Наверное все вняли Установки Хидинга И соответственно Пытается ее Воплотить действительность На поле Да на то что мы видим И слышим в Лужниках Полный контраст С той тишине на установке Потому что Трибуны гудят Не успокаиваются И до той самой Счастливой 40 минуты И после нее Ну что же Команды поменялись воротами Справа от нас с вами Ворота Самира Хандановича Который два раза Спас свою команду Один раз не смог это сделать И слева Игорь Акинфеев Наши в бордовых В футболках Бордовых трусах В белом Футболисты Словении Они начали Владеют мячом На фланге И мы смотрим Нет ли замен В составах команд Вроде бы их нет Алексей Давайте посмотрим За этим А тем временем Я напомню Вот те составы В которых вышли на поле Сборные Словении и России На этот раз Начнем с наших Воротах Первый номер Акинфеев Второй Анюков Четвертый Игнашевич Пятый Березуцкий Шестой Билли Динов Автор забитого мяча Седьмой Денисов Девятый Павлюченко Десятый Аршавин Капитан команда У него желтая карточка Одиннадцатый Семак Семнадцатый Зирянов И восемнадцатый Жирков Атакует правым флангом Зирянов Пас назад Денисову Здорово играет В одно касание Сергей И вот только Так на предпоследнем рубеже Шулер В падении Мяч выбивает Мяч подрезает головой Отправляя вперед Навакович Заметен ли этот нападающий Но об этом мы поговорим Когда закончится Довольно быстро Закончилась атака Нашей команды Смотрите Как коршуны Опять же наши Набрасываются на Сесара И мяч от в итоге Отбирают И справа Зирянов И Зирянов навешивает И попадает Опять подбор наших игроков Что очень важно Действительно И Симак И уже пас Билетинова На левый фланг Здорово Разрез был Пас сделан И вы знаете На подачу Слева Жиркова Откликнулся Невысокий Аршавин Никто иной Как он Да Выскочил Неожиданно Мы видим Павлюченко Который может быть Должен был быть На этой позиции Понравилось Понравилось Болельщикам Эта ситуация Павлюченко Видимо отвлек На себя Защитников Да Он видите Как он блокировал Он словно Вот сейчас так Охранял в этой ситуации Аршавина Поставил ему блок С другой стороны Мне кажется Андрею было неловко Как-то бить в этом эпизоде Потому что он видел Непосредственно присутствие Рядом Того же Павлюченко Который в принципе Мог бы тоже сыграть головой Но Подумай Мог ли в этом эпизоде Исходя из положения Павлюченко Аршавин пропустить на него По-моему Не знаю Не очень удобно было бы Бить Крайне неудобно было бы Ему действительно Разворачивать шею Чтобы ударить створ в ворот Поэтому и Павлюченко В этом эпизоде Видел свою функцию Как раз в том Своё предназначение Что он и сделал Так помог Вот таким образом Опосредованно Помог Аршавину И уже пас В направлении Павлюченко Давайте представим вам Игроков сборной Словении В воротах Ханданович Самир Ханданович В запасе его Старший двоюродный брат Но нам мешает Сделать Аршавин С партнерами Жирков очень активно Павлюченко Казалось бы Уже так Из почти 100% Ситуации Переправлял Спокойно мяч В ворота Помешал Божкиан Цесар Бил на точность Бил не сильно Павлюченко Ещё посмотрим Повтор этого момента Виктор Можно отметить Походу Хорошую игру В обороне наших Как защитников Так и полузащитников Довольно активно играет И вот Перехватываем мяч Создают такие Контраатаки А сейчас Василий Березуцкий Прервал передачу На Наваковича Мы вот И сейчас Пас На всё Того же Наваковича И уже против него Играет Игнашевич И по-моему Там в столкновении Попал в лицо Нашему защитнику Милевой Навакович Но давайте Во-первых Повтор того самого Предыдущего момента Жирков навешивает Через защитника И видите Бьёт на поражение Что называется Павлюченко Всё началось С передачи Аршавина По сравнению С началом первого Да и вот как результат Этот штрафной И снова претензии К датскому арбитру Оттолкнул всех Капитан Роберт Корен Собственно Аршавина Оттолкнул Рудосавлевича А потом Когда его Партнёр Рудосавлевича Набросились На датского арбитра Здесь всех Корен Остановил и сказал Я буду сам Разбираться с судьёй И теперь он же Командует Обороной Командует Построением стенки 30 метров До ворот Да Алексей Да я просто хотел сказать Именно отменное Качество Аршавина Прикрывать мяч Корпусом Вот и игроки Не привыкшие Противодействовать Этому Просто наталкиваются Действительно На его корпус И соответственно Он этим Пользуется И соответственно Нарушение правила Какой удар Какой удар Под перекладину Всё того же Сергея Игнашевича И мне кажется Это было ещё опаснее Пути дальше От ворот Чем его же удар В первом тайме И на этот раз Из-под перекладины Вытаскивает мяч Тамир Ханданович Но можно сказать Что ему в общем Было удобно сыграть Мяч летел над ним Но сильный удар И точный Заметьте В первом тайме Когда бил Игнашевич Тоже в принципе Мяч летел в ворота Но голкипер Ни один из голкиперов Не решается Брать его намертво Потому что Настолько сильный удар Да это опять же Вот сейчас К разговору о том Что наши Очень неплохо Действуют в подборе И сейчас там кто-то Там по-моему Был Жирков Был Жирков И пробил Похожий эпизод Был в первом тайме Когда Жирков Спас нашу команду У наших ворот Сейчас Подстраховал Своего вратаря Кто-то из защитников Сборной Словении Но давайте Мы представили только Хандановича Голкипера Также в составе Словенца Второй Бречко Четвёртый Шулер Пятый Цесар Тринадцатый Йокич Это защитники Далее идём Десятый Бирса Восемнадцатый Радосаблевич Восемнадцатый Корен Капитан команды Семнадцатый Кирм Четырнадцатый Денич И одиннадцатый Навакович Только тонко играл Белядинов Атака Есть возможность И второй мяч Второй мяч Днияра Белядинова На этот раз Передача Аршавина И вроде бы Неловкое Сначала действие Белядинова Успел этот удар Заблокировать защитник Но мяч снова отскочил К нашему полузащитнику Бой новой правоногией Нападающей на центральной В составе сборной России Гус Хидин кликует Задумка сработала Браво Белядинов Браво Гус И аплодируем Вместе с Владимиром Путиным Мы все Вот этому Этой комбинации Нашей команды Белядинов 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 52 минуты 2-0 Сборная России Лучше значит Начать активно Играть С первых минут Да То что у нас Получалось Вот здесь и получается На первых минутах Напомнило мне Стартовый штурм На те же ворота Только сборной Словении Но наши Перехватили Контроль За игрой И сейчас Единственное О чем Наверное мы просим Это повнимательней Повнимательней сзади И не получается Удар Да Вроде бы там Выпрыгивал Андраш Кирм 17-й номер Футболист Польской Дислы Все матчи Провел Вот в отборочном Турнире Сборную Словении Тоже Одна из Важных фигур В ее составе И вот Вальтер Бирса Будет навешивать 53-я минута Подача Здорово действует Тот же Белядинов Белядинов Да Успевает везде Но мяч снова Постан штрафную Там уже Игнашевич играет На левом фланге Бирса подхватывает мяч И мяч снова Уходит На угловой На этот раз сыграл Жирков Очень здорово Согласитесь Виктор Вот такая Чрезмерная активность И полезность Прежде всего Белядинова В составе сборной Это отголоски Его удачной игры За клуб Несомненно Да Хотя там у него Тоже был перерыв Он отбывал Дисквалификацию За утоление Но вот Сработало Пока работает Бирса На замахе Убирает Анюкова Подача Еще один угловой Ну по угловым Наверное там Преимущество Сборной Словении После первого тайма 3-1 было В пользу славянцев Еще одна подача И снова все тот же Бирса Навес Играет все тот же Белядинов Сильный удар Держится за лицо Диньяр И уже Анюков Опережая все Того же Бирсу Выбивает мяч Ваут Брасывает Йокич Подача к линии Штрафной Здесь хороший шанс У Наваковича Но ничем для славянцев Эта комбинация Не заканчивается Кто у нас в запасе Вратарь Габулов Также есть Если говорить о защитниках Колодин и Янбаев Для выхода на поле В полузащите Семшов и Быстров И два нападающих Сычев и Кержаков Очень важно сейчас Для наших ребят Не отходить глубоко Как можно Дальше от ворот Действовать в обороне Да это бречка На правом фланге Последнюю защитник Защиты Шулер Пересекает центральную линию На левый фланг Йокичу В составе В числе запасных сборной Словении Еще один футболист Помимо Родосавлевича Который в стартом составе Еще один футболист Выступающий В российском чемпионате Это Бранко Ильич Из футбольного клуба Москва Ну и есть естественно Группу Другие футболисты Тоже мы будем представлять их По мере того Как будет менять своих футболистов А я думаю Что замена Это будет Менять будет Я думаю Что в ближайшее время Там есть например Любьянкич Который очень часто Выходит на замену Нападающий И забил англичанам 5 сентября Сыграли славянцы Товарищеский матч На Уэмбле Проиграли сборной Англии Но достойным счетом 1-2 И вот Любьянкич Появление которого В общем мы ждем Из запаса Он забил мяч Ворота сборной Англии Тем временем Пас через все поле В сторону Павлюченко Как оценивать действия Павлюченко Алексей Можем ли мы говорить о том Что отчасти Во-первых был голевой пас Белядинову Что отчасти у нас Получается то что получается Поскольку Павлюченко Оттягивает на себя Внимание защитника Роман старается Несомненно Другое дело Что крайне сложно Против двух Выскорослых футболистов Обороны действовать ему Вот не так много Может быть мяча Он получает Но действительно Он привлекает внимание И соответственно Есть возможность Нашим полузащитникам Атаковать И более свободно Себя чувствовать Вы знаете Сейчас на поле Появится футболист Появление которого Многие ждали И в стартовом составе Переодевается И ну можно так сказать Подумать Представить кого Или мы не будем Гадать о замене Я думаю что Можем только предполагать Естественно Возможно это будет Замена Зверянова Ну просто по позиции Да? И по позиции И в принципе Не так активен Сегодня он действует Ну вот может быть Сказывается то Что он в своем клубе Сейчас играет На другой позиции Ведь это отражается Естественно Не то что на форме Футболиста Но даже на его Так сказать В психологическом состоянии Все это когда ты играешь Опорника в клубе А тебе доверяют Другую позицию в сборной Хотя Зверянов Опытный футболист Опять таки Если мы говорим Об атакующих действиях Правого фланга Если об оборонителях То там все в порядке Вот Янюков и Зверянов Здорово действуют Во вороне Вот сейчас Зверянов Кстати разобрался Очень неплохо Начал атаку Которую продолжал Аршабин Мяч до Публюченко К сожалению не дошел На мой взгляд Немного поторопился Андрей с передачей А это Денисов Отдает на Анюкова Анюков Аршавину С Аршавиным поборолся Жесткий Цесар Пятый номер И вот смотрите Упускаем Упускаем И прямо по центру идет Здорово действовал Березутский На протыке Выиграл мяч И сейчас может Получиться хорошая Контратака Березутский сыграл Против Дедича Хотя я бы не назвал Конечно это Контратакой Поскольку у игроков Славянской сборной На своей половине Уже как минимум Восемь Белядинов Переводит мяч Налево На Жиркова Жирков навешивает И получается Прямо в руки Хандановичу Вот он Спайдермен Человек-паук Его называют В европейской прессе А этот эфизод Когда могло быть Очень опасно То чем мы с вами Говорили Виктор Посмотрите При нашей атаке Тот же Денисов Был близок К обороне То есть мы Не огульно атакуем Все таки мы задумываемся Об обороне Тогда как Семак тот же Он был выдвинут Ближе к нашим Полузащитникам Атакующим игрокам Лежит на газоне Андраш Кирм Что там Продолжает Разминаться Быстров И наверное Наверное Сейчас какие-то Будут появляться Футболисты Из запаса У сборной Словении Опять же Представляющие Все зарубежные клубы Не играющие В славянском чемпионате Атака по флангу Здесь надежен В перехвате Игнашевич И уже сильный Такой отбойный Удар В центральный круг Анюкова Вот как раз Задача Павлюченко Каким-то образом Помешать Не просто выиграть мяч Это действительно Задача максимума Но задача минимум Просто помешать Спокойно принять Защитникам Словенцев мяч И начать атаку И теперь уже мы Так обосновались За своей половине поля И собственно Словенцы ждут Когда Кто-то Кто-то Выйдет Перейдет На их половину И как-то они пытаются Ну вытянуть Наших футболистов уже То что мы видели Наоборот В обратной картине В первом тайме Несколько раз Напутствие Хидинка Быстрову И наверное Сейчас может идти Речь о какой-то Быстрой контратаке А уходит с поля Вы знаете Сергей Семак Сергей Семак Поаплодируем Сергею И действительно Ну я не знаю В составе сборной Словении Там нет ни одного Футболиста Который бы играл Против нас В 2001 году А Сергей Семак По-прежнему играет По-прежнему в форме На поле Аплодисменты И вместо Сергея Сергей в ответ Аплодирует Возможно Хидин Пожалел его В некой степени Зная о его травме Поэтому и сделал Замену Своевременную Даже не причинить Вреда Его поврежденной ноге Зря на свою очередь Переходит В центр поля Быстров Занимает свою позицию Ну а Быстров Это скорость Это Усиление возможности Быстрых контратак И сейчас Очень интересно Будет посмотреть Как он сыграет На правом фланге Да он оказал Правда сейчас Вот пока что Выйдет на правом фланге Павлюченко Но Уже рядом Уже рядом Там где-то Быстров Кстати вот второй гол Как раз сейчас Лечет за собой Изменение рисунка Игре Поскольку сейчас Наши будут В большей степени Конечно обороняться Упавая на Контраатаки Быстрые Смелые В исполнении Того же Быстрова Потому что Понимаешь Что сейчас Пропущенный мяч Но он Он не нужен Конечно же Нашей сборной Несмотря на то Что мы ведем В счете 2-0 Ну да Мы уже об этом Говорили в начале Трансляции Передача Достаточно острая Но На мой взгляд Нарушение правил Было против Анюкова Да Он ставил спину Так все было В рамках правил Арбитр показывает Нет Дает Ну да Был толчок Естественно Подталкивал Кирм Нашего защитника В спину Но оставляет Это без внимания Таможенник Клаус Бо Ларсон И подача Углового Все тот же Бирса В расчете Да Вот на этого Пятого номера Цесара Бирса Навешивает Прыгал Цесар Удар Не получился Но для него Было все таки Высоковато Даже Для него При его росте Под 190 сантиметров Андрошкирм И молодец Шел до конца И смутил Самир Хонданович И вернее Оставил только Единственный вариант В этой ситуации Для Хондановича Это Зырянов Пас назад Навешивает Денисов Навязал борьбу Там Павлюченко Защитником Сборной Словении Наша атака Продолжается И немножко Получился пас В недодачу Стороны Аршавина Но Аршавин Вот теперь делает Нашу передачу И там Жирков И Жирков снова навешивает Уже не первый навес Жирков в сегодняшнем матче Наши зарабатывают Угловой Больно Очень больно было Мы не будем акцентировать На эпизоде В какое место попал Мяч Ну так или иначе Действительно Ну Роберт Корин Играет в английской лиге Ко всему Готов Привычен он Наш угловой Наконец-то Навес на линию Вратарской Все проскакивают Ну и Быстров Понимая Что до этого мяча Он не доберется Даже при его скорости В общем Оставляет право На аут Гостям Йокич будет Брасывать Некоторые болельщики В масках Но вы знаете О медицинской ситуации Простуда Гуляет И поэтому Об этом позаботились Организаторы Каждый болельщик На входе Получал вот такую маску И некоторые Ею воспользовались Да Просто для того Чтобы взять автограф Виктор Некоторые из них Да мы давали В частности Алексей Смертин Давал автограф На этих масках Акинфеев играет Но через голову Показывает Жирков Что он все видел Что задумка Была правильная Разные города В том числе И Кострому Представляют сегодня Болельщики Действительно Сегодня болеет Вся Россия Ну и давайте Где бы вы не Смотрели этот матч Дома в гостях Может быть на работе Может быть в спортбаре С друзьями Давайте Мысленно окажемся Вот сейчас на поле Вместе с нашими футболистами Что-то метафизическое В этом есть конечно Но давайте Попробуем все вместе И скажем Вперед Россия Мы выигрываем 2-0 Два мяча Деньяра Беледдинова Виктор Действительно Вся страна болеет Несмотря на часовой пояс Потому что совсем недавно Приехал из Сибири Где там 3 часа разница И несмотря на поздний час Все прильнули К голубому экрану Чтобы поболеть За нашу сборную Но вот еще скоро У нас будет меньше Часовых поясов Тогда будет совсем удобно Но не будем отвлекаться Разыгрывают такую Достаточно Серьезную комбинацию Линии нашей штрафной И снова все снимает Играет Игнашевич надежен И пас Головой делает дальше Да, Аршавин лежит на На траве Дерывается то ли за живот То ли за грудь Не, за грудь Мне кажется Дыхание сбили ему Давайте посмотрим Благо есть Да, дыхание Плечом ударил соперник Ну такое достача В общем-то Это игровое столкновение С Вальтером Бирсой Как раз свидетельствует о том Что наши игроки не боятся Они идут до конца Хотя в принципе Он предполагал Что Что может получить Траму в этом эпизоде Да, но о том Что это было Игровое столкновение Говорит И то Что датский арбитр Назначил спорный мяч И славянцы По-джентльменски Вернули Этот самый мяч Игорь Акинфееву Игорь Акинфееву Павлюченко Смотрим Павлюченко Бьет неожиданно С острого угла Прикрыл угол Ханданович Но все равно Был достаточно опасно Игорь Акинфееву Девятым номером Вместо 14 номера Златко Дедича Ну и вот Любьянчик Мы уже говорили Что он забил Англичанам В товарищеском матче Ну и вообще Надо сказать Так 14 матчей За сборную Словении И 4 мяча Включая Тот самый Гол Нуэмбли Тоже опасный Форвард Внимательно За ним нужно Следить Ну вот Шанс Сделать Передачу Получается Струп И неплохая Передача По сути дела Получился И даже важнее Виктор Чтобы подобрали Второй мяч Нежели уже Чтобы мяч Зашел до адресата Ну вот Два раза подряд Марко Шулер Играют головой Удачно Навакович Сейчас сбрасывал Как раз На Любьянкича Любьянкич Свеженький Прессингует Сначала Игнашевич А теперь Вот Акинфеева Пас Акинфеев Пытается Сразу Закинуть Мяч В переднюю Линию Не знаю Об этом Можно говорить Это на указание Гуса Хиденко Так сказать Ну может быть Не знаю Если бы Моя точка зрения Что может Если бы у нас Был в обороне Такой человек Типа Франца Бекенбауэра Которому Которому Можно было бы Доверить Первый пас А я думаю При таком прессинге Со стороны Славянцев Просто сложно Давать Нашему Тем самым Пытается Обезопасить Ворота Далим Своему Понятно Но мы видели Что Акинфеев Вот Применяет Такой ход Делает Такой ход Даже когда И прессинга Собого нет Очень часто Просто вперед Туда на Павлюченко А там уже Как сыграет Роман Навесно Любиянкича Вот опасно Кирм Здесь конечно Нашему игроку Нужно придержать Мяч Что он и делает Денисов Вынес И тут уже Быстрая передача Павлюченко сыграл С Аршавиным По правому флангу И Аршавин Чуть сзади Великолепно Великолепно Увидел Увел за собой Защитников Аршавин Зырянов Увидел Блестяще Открывшемуся Павлюченко Тот пробил головой Но Хотелось бы Поточнее Может быть Или посильнее Смотрим еще раз Здесь сложно было Потому что Из последних сил Тянулся он до мяча Задел его Но Не было возможности У него направить Скажем В угол ворот Потому что Крайне сложно было Да и получилось Прямо в Хандановича Атака была замечательная Да и как все И как Аршавин Убил защитников И Зырянов Да но перед этим Аршавин как здорово Сыграл на третьего Вот свободную зону Отдав мяч Зырянов-то как оживился После того как Его вопреки Нашему совету Не заменил Госхидинг Зырянов просто заиграл Да действительно Он занял Привычную для себя Позицию Опорного полузащитника Хотя честно В зените он играл Справа тоже достойно Справа тоже Тоже Это одно из мест Возможных Для Зырянова Семидесятая минута Двадцать минут Когда тоже был выход Быстрова И вот такая же попытка И смотрите Смотрите И пас На замену На замену Это такой Джокер Бутца взрыл Вот этот искусственный Любиянкич Снова на фланге Кстати И ногу не подобрал Мы выходим из Из-под прессинга Спокойно Хладнокровно И тем самым У нас получаются Потом Атаки Потому что Большинство игроков Которые участвовали В прессинге Большинство игроков Соперник Они остаются На нашей половине поля Что позволяет нам В принципе Скрывать свободные зоны Мы наверное Еще долго будем говорить После этого матча В чем был смысл Вот этих первых минут Которые казались Даже чуть ли не провальными В игре нашей сборной Когда мы отдали Инициативу славянцам Что это было И это предстоит Еще проанализировать Я думаю На этом делал акцент Уже в перерыве Хидинг сделал Вот И это повлияло Благотворно Для наших А вы думаете Это не было Таким умышленным Заманиванием соперника Нет Нет Я не думаю Это просто получилось Спонтанно Так как вышло Может быть волнение Не знаю Это вот ваша точка зрения Да И потом Хидинг внес Коррективу Уже в перерыве Но хотя наши Перефатили инициативу Еще и до перерыва Еще один запасной Готовится выйти на поле Мы видели Вот там крупный план А тем временем Сильная передача Сильная передача На правый фланг Игнашевич И вот этим мяч Доходит до Быстрова Быстров навешивает На 11 метровую отметку Там Шулер Надежен Пас назад Бречко Один Относительно один Но вот сейчас стоял Навакович Тут же прибежал Анюков Его прикрыл На левом фланге Атаки Сборной Словении Призывает Более активно Действовать Своих Соперников Своих Футболистов А так и есть На самом деле Потому что нет Открываний Со стороны От партнеров У словенцев Поэтому некому Отдать пас Что в принципе Не может не радовать Тем временем Зырянов Делает передачу Уже из центральной зоны На Аршавина И возможно Первая ошибка Билли Динова В сегодняшнем матче Причем Как говорят футболисты По мысли Было здорово сделано По найтию Что ли Отдавал мяч Полагая то Что Быстров Будет на правом фланге А сейчас Произойдет то Чего наверное Долго ждали Наши болельщики Особенно симпатизирующие Нападающему Локомотива Дмитрию Сычеву Сычев получает Свой шанс Он выходит на поле Под 14 номером Усхидинг Еще одного нападающего Бросает в игру И очень интересно Опять же Можно Лишь предполагать Кого заменит Семшеву Я уже не буду предполагать Извините Раз ошибиться Сычев Простите Сычев В этой ситуации Семшев остается Пока что в запасе Вовремя выходит Акинфеев Идет прямо На Навакович И забирает этот мяч Сычев разминается Тем временем Готовится выйти на поле Еще один игрок Скажем так Группы Атаки У сборной Словении Это Далибор Стиванович 16 номер Из голландского Витесса Не будет торопиться Конечно же Игорь в этом эпизоде Даст возможность В принципе Уже дал возможность Уйти мяч Мячу За За лицевую линию Арбитр Клаус Бо Ларсен Судил Между прочим ЦСКА в Манчестере Против МЮ Когда армейцы Проиграли 0-1 И был арбитром Матча за суперкубок Когда Зенит выиграл У того же самого Манчестер Юнайтед Со счетом 2-1 Вот так Но еще там Об этом не будем говорить Еще 5 игр Российских клубов Один раз приезжал сюда И судил Матч Премьер Лиги Это вот Датский арбитр Которому Думал нет претензий Сегодня Что вы скажете Нет Нет На мой взгляд Не было претензий Ну и тем временем Далибор Стиванович Вышел на поле И давайте Так еще раз посмотрим Кого Заменил Этот полузащитник Полузащитник Атакующего плана Сейчас мы С этим разберемся Тем временем Пас назад Вальтер Бирса Слева Йокич открывается Йокич идет Делает передачу На вот этого самого Стивановича Стиванович смещается В центр И снова Надежен Беледдинов Так Ну кого сменил Кого сменил Я Так Так как-то мы не обратили На это внимание Радосавлевич На месте Тем временем Замена у нашей сборной Да Но нас в общем-то Наверное Больше интересует Вместо кого быть На поле Дмитрий Сычев Последние защиты Здесь Шулер Играет Ну и вот так Судя по всему Поблюченко Уйдет с поля С другой стороны Как же Насчет Длинных передач Ну тогда Вот тот вариант С двумя маленькими Который Так сказать Был одним из Предсказываемых Вариантов Перед началом Матча То есть Такая связка Аршавин Сычев Если действительно С поля идет Роман Павлюченко Да Вот датский арбитр Дает возможность Выйти на поле Сычев И действительно Он меняет Романа Павлюченко Который сегодня Отметился Голевой передачей Когда мы Забивали первый мяч Ну и вообще Своими действиями В подыгрыше Отвлечении Внимание защитников И удар С своей заряженностью На удар Прежде всего Вы помните Удар во втором тайме В падении головой Да Нет Я еще хотел отметить Как раз С острого угла С острого угла С левой ноги Да В общем Сегодня Сегодня достойно Провел эту встречу Хотя и не забил Лучший бомбардир Нашей команды В этом отборочном цикле И так Быстров и Сычев Появились на поле В результате Замен сделаны Хиддингом Прессинг Прессинг Пошел вперед Прямо на защитника Соперников Анюков И вот как Вознаграждение Получает теперь Этот мяч Знаете что радует Виктор Что большинство Единоборств мы выиграем За счет этого Просто сохраняется мяч За счет этого Возникают острые моменты Да Совершенно верно И вот сейчас Не рискуя Игнашевич Из-под ног Любьянкича Выбивает мяч в аут Аут Вбросил Йокич Ну я вот посмотрел По-моему Андраш Кирм Ушел с поля Это я о замене О выходе на поле Далибора Стивановича 16 номер Вот я не вижу На поле 17 номера Андрожа Кирма Так или иначе Стиванович на поле Повторяю Он представляет Голландский Витес И это такая замена На усиление На усиление атаки Один из футболистов Который уже умеет Имеет желтую карточку В составе Сборной Словении Тоже висит на горчичнике Как говорится В нашей команде И сейчас наверное Тоже уже Помимо того Что нужно думать В общем-то О том О сохранении Своих ворот Сухими Вот удар 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 Все нормально Нужно говорить о том Что еще раз повторить Что 9 наших 9 наших футболистов 9 наших футболистов Висят на желтых карточках Нет Вы знаете Наверное Вот сейчас поправка Вальтер Бирса Тот самый футболист Который подавал 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 Угловые Слева фланга Атаки сборной Ну это нормально Это говорит В нем заряженность На игру Прежде всего Сычев В общем-то Проводит всего Второй матч За сборную В этом отборочном цикле Тем временем Замена Покидает поле Номер 17 Вот как раз Мы словно Предсказали Уход с поля Андрожа Кирма Я как раз Хотел Виктор спросить Вместо него Давайте уж сейчас Не упустим Нейц Печник Между прочим Очень острый Нападающий Из португальского Клуба Националь Говорили о том Что вроде бы Травма У этого форварда Но тем не менее Очень вот этот Подвижный Игрок Обычно Действует на позиции Под нападающим Вот сейчас появляется На поле Ну собственно Можно сказать Что все свои Атакующие резервы Уже Матиш Кек Бросил в бой Так это видно Действительно По схеме Которую сейчас Играет славянцы Посмотрите Четыре игрока В принципе Номинально Выполняет роль Нападающих Тем самым Образовалось Большое пространство Между полузащитниками И нападающими Да Не все Можно говорить О том Что ну фактически Двух нападающих Одного атакующего Полузащитника Выпустил на поле Матиш Кек Ну это игра Ва-банк Естественно И наши играют Осторожно Наши играют Осторожно И это в общем-то Можно понять На мой взгляд Наша играют Довольно уверенно Несмотря на то Что в принципе Практически На последнем рубеже Катают они мяч Тот же Игнашевич Но при этом Если возникает Какая-то проблема Вот как в этом эпизоде Он просто-напросто Выносит мяч За боковую линию Конечно сыграть Судья Ну вот пока Какая-то Кроме желтой карточки Особо ничем Дмитрий На поле Мало еще Времени прошло Виктор Да действительно У нас еще Впереди Как минимум 10 минут Игры Я думаю Что Дмитрий Будет так же Активно действовать И соответственно Много может Полезного принести В игре Нашей сборной Лежит центральный защитник Шулер на газоне у славянцев Тем временем судья не останавливает встречу Марку Шулер Вот он, Клаус Бо Ларсен на ваш экран Кстати, Клаус Бо Ларсен, арбитр, он не поедет на чемпионат мира И вот в этих стыковых матчах FIFA использует арбитров, не включенных в список тех, кто отправится в ЮАР Ну, тут логика какая, чтобы сейчас арбитры, не дай бог, не испортили отношения с какими-то командами И не запятнали себя ничем То есть те арбитры, которые будут на чемпионате мира, они словно начинают с чистого листа Поэтому в стыковых матчах они не принимают участие Кстати, скажем, пока есть небольшая пауза, сегодня еще играют все и другие стыки Греция, Украина, Ирландия, Франция и Португалия против Боснии и Герцеговины Сычев сбрасывает мяч на Быстрова, Быстров на фланге Ну, нужно сказать, что первый стыковой матч уже сыгран, правда, это не имеет отношения к Европе Новая Зеландия победила Бахрейн за счетом 1-0 Учитывая то, что первая игра закончилась ничью 0-0 Сборная Новой Зеландии попала на чемпионат мира Зирянов подает удар Ну, посмотрите Сейчас был бы хит-трик Зирянов снова отмечаем очень хорошее видение поля у Зирянова и пас Только-только хотели сказать, что как-то Белетинов отошел не то, что в тень, но отошел больше в оборону Да, что перестал так часто появляться впереди, как он делал в первом тайме Вот когда забивал второй мяч во втором Но вот сейчас только не успели мы это сказать, как Белетинов снова оказался на ударной позиции Отошелён действительно своей игрой, своими забитыми голами Даниэр, и это видно по его действиям Стиванович переводит мяч на правый фланг Подключается защитник Бречко Бречко навешивает туда в район 11-2 в отметке Мяч срезает, ой-ой-ой, как было опасно Мяч срезался с ноги у Наваковича Но получился пас на Печника А Печники, мы вас предупреждали, он пробил И, к счастью, у футболиста португальского национала удар, в общем-то, не получил Смотрите, это не пас, срезался мяч у Наваковича И удар, и как же так, как же так, кричит Матешкек Такой момент, такой момент на 87-й минуте матча Вот он, Нейтс Печник на ваших экранах Гол Словаком, между прочим, забил победителям отборочной группы с 30 метров Так полепил в девятку, а вот здесь не получилось Йокич, там сразу два футболиста, тот же, да, тот же Печник И поборолся его партнёр по атаке И вот Печник снова идёт вперёд, хорошо вошёл в игру Пас, правда, получил за спину Наваковича Возвращают назад капитану Скорая бьёт и ай-яй-яй-яй-яй Он поднимал руку, а передача пошла от Акинфеева И не накрыл Жирков, не накрыл Жирков Вот вы смотрите, удар капитана, Корон бьёт Всё делает Акинфеев, но вот так всё несчастливо складывается, что мяч летит прямо на голову Прямо на голову к Печнику и немножко не успевает Жирков Немножко Не успели ему подвалить, да, Акинфеев в этом эпизоде Да, Акинфеев, ну ликует, естественно, премьер-министр Словении Вы знаете, Акинфеев делал всё правильно в этой ситуации Он отбивал мяч в сторону, он не должен был отбить перед собой Но кто же знал, что там будет голова этого самого Печника Да, положение вне игры, его положение вне игры Вот такой, вот такой гол на чужом поле забивают славянцы Явно осложняя всю ситуацию Ну и Жирков не накрыл, тут можно только рассуждать Вообще была ли возможность накрыть, раньше только с помощью пола Вы правильно заметили, Виктор, прямо в голову прилетел мяч Да, мяч просто нашёл, нашёл голову Печника А Печник ждал изначально передачи Поднимал руку, вы видели, передачу ждал от Корина Но вот получилось то, что получилось 2-1, 2-1 Но это явный фол со стороны Словенца Наши пробьют, и, конечно, сейчас в этой ситуации очень хотелось бы третий мяч Третий мяч наши играли уже на сохранение счёта Удобного счёта 2-0 И вот как это часто бывает Получили мяч в свои ворота Ну вот атака, Белядинов идёт дальше Но уперся, уперся он Защитника Бречко Убрезался, можно сказать, в него, да Да, как-то уж, наверное, слишком поверил в свои силы После двух забитых мячей Там можно было бы, наверное, кинуть мяч налево И справа открывался тоже партнёр Жалко Но ничего, ещё есть немного времени Вы предсказали где-то 3-4 добавленные минуты Наши в атаке Пас идёт на Белядинова от Аршавина И эту передачу прерывают Аршавин настигает Да, сзади, да Нарушая правила, к сожалению Нарушает правила, да, уже имея жёлтую карточку Теперь уже славянцы не будут торопиться Сводом мяча в игру И это уже видно по размеренной игре Да, и Корен отдаёт мяч направо Идёт, заканчивается последняя минута матча Но посмотрим, сколько добавит арбитр Тем временем Бречко атакует, навешивает Выходит Акинфей в жёсткой борьбе С нападающими славянцами Хорошая контратака получится у наших ребят Тренер славянцев призывает своих возвращаться Возвращаться назад Три минуты добавлены И, к сожалению, не точная передача Аут будут сбрасывать гости Но Андрей Аршавин отдал все силы в сегодняшнем матче Пошли три добавленные минуты Славянцы на своей половине поля Корен с мячом Корен назад к линию обороны В роли прессингующего Дмитрий Сычёв Но он там один Остальные наши футболисты отошли назад Да, понадёжнее, конечно, сейчас нужно играть нашим ребятам Можно ли видеть какую-то закономерность в этом пропущенном мяче? Мы сказали, что да, наши отошли назад Но это было естественно в такой ситуации Нельзя говорить, что вот отошли назад и получили Нужно было продолжать вот эти вот кавалерийские наскоки на ворот славянцев Это абсолютно объяснимо было Абсолютно объяснимо Это согласно тактике Потому что команда забила второй гол Естественно, хотелось обезопасить свои ворота А не огульно атаковать опять Другое дело, что мы отошли после второго гола А когда он забит, мы это помним прекрасно В начале второго тайма Поэтому, в принципе, мы здорово оборонялись До последнего момента Но Корин навешивает Вот сейчас Жирков играет головой Конечно, можно говорить о том, что Ой-ой-ой, как промазали И снова, и снова спасает Примерно из той же позиции Только ближе к воротам уже Шулер Защитник Шулер бьет Акинфеев спасает свою команду На этот раз убивая мяч на угловой Вы знаете, вот Шулер оказался Конечно, мы можем рассматривать даже и предыдущий эпизод С точки зрения того, что да, мяч отлетел в голову печнику Акинфеев отбивал и все делал правильно Но кто-то позволил изначально Корин убить с этой позиции Так же, как вот и сейчас позволил нести удар Шулеру Это все-таки провал, скажем так, на месте правозащитника Или право центрального защитника И тоже нужно, так сказать, потом внимательно Обратиться к этим эпизодам и Гусу Хидинку перед игрой в Мариборе С одной и той же позиции С одной и той же, да Да, кто здесь у нас? Кто здесь у нас? Я не знаю, Василий Березуцкий Не знаю, сложно так как-то сейчас с коду так говорить Кто должен был закрывать И Корина в предыдущем эпизоде И в данном случае Шулера Мяч летит в аут Деньяр Белединов Два забитых мяча в сегодняшнем матче А вы видите, славянцы Славянцы наседают на наши ворота Вы знаете, можно сколько угодно говорить Что их устраивает этот счет Проигрыш 2-1 с пропущенным забитым мячом на чужом поле Но они продолжают, они продолжают атаковать Они хотят 2-2 30 секунд до конца Бречко Наши выглядят немного обескураженными Обескураженными после этого пропущенного мяча Скажем так, ничто не... Чем и пользуются славянцы в принципе Да, и может быть для наших, так сказать, ничто не предвещало Комфортная победа Все ждали комфортной победы Но смотрим дальше И Бречко вбрасывает аут 5 секунд 5 секунд добавленного времени Игнашевич И, наверное, сейчас Пожалуй, последний Оларсон даст им Выполнить этот угловой удар И после этого будет финальный свисток Итак, угловой Теперь справа фланга Внимание Стиванович навешивает Удар, мяч отскакивает опять же Вот в эту злополучную часть Нашей штрафной Борется и, по-моему, упускает мяч Да, упускает мяч Навакович Удар, отворот и все И все, финальный свисток Ну что, Алексей? Вот смотрите Два гола Белядинова Хороший счет Уверенный счет Мы начали подумывать о том Что хорошо было верно И третий мяч Чтобы окончательно оформить Выход в Южнафрику А тем временем Получаем мяч в свои ворота И едем В конце игры В конце игры И едем в Марибор В Словению В общем-то На очень-очень Непростую игру Непростую игру При прочих Равных Гол забитый на чужом поле Еще раз напоминаю я Считается за два И мы увидели Какая неуступчивая команда Словении И можно предположить Как она сыграет На своем поле Но в любом случае Бесспорно Мы поздравляем нашу команду С победой Были отрезки Очень хорошей Слаженной игры В целом игра смотрелась Наша команда Красивые комбинации Два очень хороших мяча Особенно первый гол Диньяра Белядинова Вообще На заглядение Естественно Гус Хидинг Сделает выводы Гус Хидинг Сделает выводы И посмотрит Что тут составом Предпринять Показывает Итак мы видим Игоря Акинфеева Игоря Акинфеева Который сегодня сделал Все четко Все правильно Наверное Не отдав упрека Игоря Акинфеева А это мы смотрим Великолепный гол С чего все началось Диньяр Белядинов В конце первого тайма Получает передачу От Павлюченко Обыгрывает двух защитников И бьет в угол Ханданович Да это дважды Спасавший свою команду Не в силах Ничего поделать Белядинов Открывает счет Это первый гол Диньяра В сегодняшней встрече Наши переломили ход игры Продолжают атаковать Спас Аршавина Отскок от Белядинова Повторный удар И счет становится 2-0 Это уже второй тайм Это уже 52-я минута Наши выигрывают 2-0 Какое-то время Продолжают атаковать Но потом Повинуясь вот Магии Такого счета Выгодного Приятного счета Отходят в оборону Словенцы бросаются вперед И мы увидим Как они Забивают один ответный мяч И как мы уже Отметили Продолжают атаковать Ну вот смотрим Все что мог сделать Он сделал Акинфеев в этом эпизоде Дали пробить из штрафной Наверное думали И там стоял Анюков Думали что может быть Словенец Капитан Словенцев Двинется дальше в штрафную А он взял и пробил Пробил Акинфеев отбивает Прямо на Печника И Печник головой Посылает мяч Это уже не берущийся мяч Не берущийся мяч Так счет стал 2-1 Ну что же Вот наша победа Наша победа в Печниках Ответные матчи Мы едем на этот матч И будем вам показывать В среду 18 ноября Что же дорогие друзья Спасибо вам большое Мы все вместе Мы будем болеть За Россию в среду Всем хорошего До свидания Займел Виктор Гусьев Алексей Смертин До свидания Всего хорошего Берегите себя друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...